Ваш счетчик устарел, требует замены. Сообщения такого рода лишили спокойствия десятки тысяч жителей многоквартирных домов города Черкеска. Целый ряд различных организаций предлагает доверчивым гражданам установить новые приборы учета. При этом доброжелатель ссылается на вполне реальные постановления правительства и прочие официальные документы. Жертвами продавцов электросчетчиков стали сотни пенсионеров Черкеска. Оплачивая услугу, пожилые люди отдавали тысячи рублей. Счетчики электроэнергии жителям дома 16 переулка Одесского предлагали заменить очень настойчиво. Приходил парень молодой и дал мне бумажку и сказал, 2700 надо заплатить, надо поменять вам счетчик, электрошетчик. А я сказала, наши счетчики недавно поменяли. Почему именно? Вот он действительно сказал, они советские, старого образца, надо поменять на новые образца. И 3700 надо заплатить, а то будут проблемы большие. Вот так он сказал. 3700 или 2700? 3700 сказал. Он ко мне тоже зашел, сказал то же самое, оставил тоже бумажку. Я, конечно, тоже высказала сомнение, почему мы это должны делать, только меняли счетчики. Ну, я вас предупредил, я вам сказал, вы должны это делать. Ушел. Через несколько дней приходит женщина, проверяла счетчики воды, принесла уведомление вот такое. Значит, здесь уже со ссылкой на постановление правительства, что вы должны обязательно заменить. Я говорю, так нам уже принесли и объявили сумму. Нет, у нас это стоит 1700. А вот ту компанию вы не слушаете, потому что они неправильно устанавливают. И цены другие, и потом у людей неприятности. Но я смотрю, на эту бумагу тоже, тут ни печати, ничего нет. Кому верить, и что это такое, и как это понимать, мы не знаем. Еще меньше повезло жителям дома номер 32 по улице Октябрьской. Ненужную услугу люди заказывали добровольно, даже не подозревая, что их попусту ввели в заблуждение. Соседки отключали два раза свет, что не поменяли счетчик, на замену счетчика. Проходили узкие бумаги, а кто давал, как отключали, незаконно, законно. Дважды отключали свет, запугивали, угрожали, что выйти платить намного дороже, чем сейчас платить. А реквизиты какие-то были, кто это отключал? Нет, никто не знает. Просто бумажкой все? Да, только бумажки приносили, и все. И проходили во второй подъезде, во втором подъезде до драки дело доходило. Тоже вот на третьем этаже, этот Володя. У них то же самое, с запугиванием заставляли поменять счетчик. Потом первый раз, когда принесли, две с половиной тысячи платить нужно было. Две шестьсот. Две шестьсот. А у нас во втором подъезде, она учительница сама, и она как раз столкнулась с этими представителями. Вы знаете, одеты так прилично, все. И вот давайте платите и будем это. Она везде как начала звонить. Обзвонила, ну как она, и в мэрию, и куда. Сказали нет, ни в коем случае не платите. Нам повторно опять принесли бумажки. А я звонил, международная 109, там кабинет какой-то, телефон там записанный. Там отвечали, да, пройдите сюда с паспортом, напишите заявление, мы проедем, вам сделаем счетчик, поменяем, все. А, это вот платите. Итак, сегодня жителям Черкесска установить счетчики предлагают две организации. Гор-Энерго-Надзор и Открытое акционерное общество «Контролер». Начнем по порядку. Звоним по указанному номеру. Однако, ни по одному номеру, указанному в квитанции, нам не ответили. Ладно, поищем информацию в интернете. Как говорил небезызвестный герой Владимира Машкова, картина «Масло». Ну что ж, отправимся по указанному адресу. Нужный офис нашли с большим трудом. Искали зря. Никого нет. Как нам пояснили соседи, еще недавно здесь работала гор-энерго-Надзора. А вот директор другого учреждения из нашего списка оказался на месте. Спросим прямо. Зимал Токмакович, на основании чего вы действуете? На основании каких нормативных документов? Мы работаем официально как самостоятельная компания, но сотрудничаем, конечно, с электросетей. В том плане, что мы занимаемся введением учета по электросетям. У нас это как бы информация о счетчиках имеется. Мы, конечно, не жулики. Мы сами могли в этом убедиться четко и ясно, что у нас вполне легально мы существуем. У нас как бы все официально, формально договора. Находимся, телефон, уведомления. Наши данные там отражаются. И название организации, и телефон, по каким справкам можно вести. Когда к нам обращаются за номерным счетчиком, мы это все проводим максимально открыто, официально. У нас есть квитанция выдается об оплате. Заключается договор наказания услуг. И после замены счетчика составляется акт выполненных работ. Так и Горэнергонадзор тоже акт проделанных работ выдает. Офиса нет, договор есть. Идем разбираться в городские электросети. Горэнергонадзор, значит, вот это ООО, не путайте с госэнергонадзором федеральным по атомному надзору, это совсем разные организации, совсем это. Значит, это ООО в сентябре месяце к нам обратилось. Ну, вот как вы смотрите на вот такое выполнение услуг, если от населения. В общем-то, мы отказать не могли. И мы, так сказать, пробно для того, чтобы посмотреть, как эта работа будет выполняться, сделали разовый договор на небольшое количество счетчиков. Они отработали где-то месяц, наверное, где-то середина сентября, до середины октября. Ну, по звонкам, по жалобам какие-то пошли. В общем, мы с ними, в общем, больше договора не заключали. ООО-контролер, это является, значит, многофункциональный расчетно-кассового центра. И он, как бы, есть договор, это как агент городских электрических сетей. То есть, функции ему, значит, наделены по, значит, снятию показаний, по расчетам, по запотребленным и так далее. То есть, в какой-то степени там квалифицированные работники. То есть, они могут устанавливать счетчики? Могут. Замена электросчетчика имеет несколько причин, не считая ремонтных работ. К примеру, сегодня все владельцы недвижимости должны заменить установленные электрические счетчики, имеющие класс точности 2,5. Правительственные постановления запрещают их дальнейшую эксплуатацию, и такие устройства сняты с реестра. Замене подлежит и оборудование, сроки поверки которого просрочены. По большому счету, неважно, кто вам менял счетчик. Вы это можете сделать даже самостоятельно. Нужно только учитывать некоторые правила. Надо, чтобы специалисты, имеющие право проведения этих работ, занимались монтажом. Это во-первых. Во-вторых, счетчик, который меняется, он на это время должен быть распломбирован. И вам будут по среднему тарифу врать. В то время, когда мы выполняем эти работы, мы пломбируем сразу счетчики. Заменяем и пломбируем. Также мы гарантию несем такую, какую дает завод-изготовитель. Кроме того, специалист, устанавливая счетчик, должен поднимать, какие именно счетчики сегодня соответствуют требованиям стандарта. За дешевизны уж точно гнаться не надо. Выйдет себе дороже. Счетчики, выпускавшиеся в прошлом веке, класс точности 2,5, которым масса устанавливается, на сегодняшний день они не подлежат госповерти. Их необходимо заменить. Они не соответствуют требованиям. Счетчик должен быть новый. Сейчас электронные счетчики, индукционные, они уже устарели. У них класс не позволяет устанавливать. Поэтому сейчас надо новые электронные счетчики устанавливать. А где покупать лучше? Ну, в принципе, можно в магазинах покупать. Но там надо смотреть, чтобы не было просроченной. По нормативам однофазный счетчик должен в течение двух лет установлен быть, а трехфазный в течение одного года. Вот эти тоже тонкости надо знать. В общем, лучше работать со специалистами? Да, конечно. Потому что даже если вы самостоятельно установили счетчик, все равно нужно вызывать специалистов. Пломбу стали. Право на это имеют не все. Пломбы имеют плава только мы, как энергоресурсоснабжающая организация, и с бытовой организацией. Ну, функции в основном нам переданы. А может, сняли пломбу без нашего ведома. Это тоже нарушение. Это и есть административные штрафы. И, наконец, главный вопрос, который волнует всех жителей Черкесии без исключения. Кто должен оплачивать установку счетчика в электроэнергии? Сами жильцы или же государство? Как нам пояснили, этот вопрос регулируется целым рядом законов. Средства учета, прописанные в этих постановлениях и законах, являются собственностью граждан или собственников помещений жилых. Это прописано, значит, в постановлении 442-м, где сказано, что ответственность за эксплуатацию, за ремонт, значит, за замену, за эксплуатационные свойства данного счетчика в случае госповерки, значит, несет ответственность собственник помещения. Это и даже прописано в жилищном кодексе. То есть оно является не общедомовым имуществом, если брать много квартирных домов, а является индивидуальным, так как средства учета используются только для одного помещения, как бы квартиры и так далее. Тогда почему же тем же жильцам по перелку Одесскому всего 3 года назад счетчики меняли бесплатно? У нас есть технические учеты, везде по городу стоят, и мы ведем мониторинг по нормативам, значит, потери электрической энергии. Если в тех районах или где-то у нас превышают нормативные потери электрической энергии, соответственно, мы планируем где-то выполнить работы за свой счет для того, чтобы минимизировать эти потери. И вот где мы проводили, у нас небольшие были пилотные проекты, там, значит, окупаемость, то есть мы даже свои затраты вносили по замене счетчиков более современных, интегральных, и окупаемость их была через какой-то небольшой перемежуток времени. То есть данные функции нам не предоставлены ни законом, ничем. Но мы можем за свой счет это как бы выполнять, данные работы. Ну, последний раз мы где-то выполняли, наверное, лет 8 назад. Как заявил недавно глава Росетей Павел Левинский, они готовы взять на себя расходы по замене счетчиков электроэнергии. Но вот когда это будет? А пока что, дорогие горожане, готовьте денежки, если хотите жить спокойно. Вот такая картина масла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok